Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Правонарфорта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. Наконец-то, почти через полтора года полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия назвала настоящую цель так называемой специальной военной операции. Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Я правильно понимаю, они развязали войну, чтобы их выжившие вояки попали в плен и чтобы потом их освободить из плена. То есть теперь ура-патриоты будут кричать не за Донбасс и за восемь лета, за свободу пленным? Гойда! Иногда у меня складывается впечатление, что на России перед тем, как попасть в окружение Путина, обязательным обрядом является трехдневное стучание головой об стену. Выдержал? Значит, кастинг пройден, ты можешь идти в политику и делать абсурдные заявления. Что на этот счет говорится? Просто удивляешься. Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Я уже вижу, как Россия забирает пленных, в центре Москвы собираются россияне, Шойгу с Путиным выходят на сцену на Красной площади и такие «Освобождение освобождающих от освобожденных освободителей успешно освобождено от освобождения!» Все кричат «Ура!», но никто так ничего и не понимает. В Подмосковье проходит форум «Армия-23». Там всем гостям показывают аналоговнятные разработки, которыми так гордится Россия. А Путин назвал этот форум одним из крупнейших мировых смотров инноваций современной продукции военного назначения. Знаете, что это значит? Вас ждет незабываемое приключение по зашкварным технологиям производства России. Ну да, а как иначе? На форуме Шойгу пообщался с новейшей разработкой и чудом современности, роботом Алешей. Так сказать, встретились искусственный интеллект и отсутствие интеллекта. Здравствуйте, товарищ министр обороны Российской Федерации. Я интеллектуальный помощник военного образования. Робота Леша. С моим старшим братом вы уже знакомы. Его создали два года назад в России. На предыдущих форумах он показывал, как мы обучаем суворовцев. На этом форуме я буду знакомить гостей с экспозиции, а после его завершения буду обращать воспитание, которое будет в концу воровском военном училище. Хе-хе. Ну, как вам такой робот? Он не умеет отвечать на вопросы и по факту является просто коробкой с подсветкой, на которую заранее записали текст, который нужно говорить. Гениально. А после его завершения буду обращать воспитание, которое будет в концу воровском военном училище. Представляете, как было бы весело, если бы Шойгу подошел к роботу, а тот такой... Шойгу, где с*** боеприпасы? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хм, а что если внутри робота сидит Суровикин? Хе-хе-хе-хе. Также на этом форуме, которому нет аналогов, продемонстрировали внимание надувной военно-полевой храм. Вот так разработка лучших умов. Просто так, для информации, Вера запрещает насильство и убийство, но надувная это совсем другое дело. О, 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 о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот это другое дело. Кстати, судя по потёкам возле надувного храма, в нём есть встроенный туалет надувной. Ну, или надувная дырка в надувном полу. Ха-ха-ха. Надувной храм, надувная духовность и надувной патриотизм. Всё логично. Кроме этого, на форуме представили протезы и ортопедическую обувь, разработанную в так называемой ДНР. Вот смотришь на эти протезы и понимаешь, ну да, это что-то ультрасовременное, если бы форум проводился в 1901 году. Кстати, возле этого стенда с протезами и обувью зачем-то повесили объявление, в котором МЧС ДНР сообщает, что приобретает спецтехнику для разминирования. Судя по количеству протезов, поздно они надумали приобрести технику для разминирования. Ну и вишенка на торте абсурда. На военном форуме, которому завидует весь мир, по версии Путина, представили усовершенствованный солнцепёк. Правда, им оказалась не военная техника, а обычный аттракцион с рогаткой. В общем, крутой форум, делайте его чаще, нам очень нравится смеяться над этим недоразумением. Соловьёв хочет разорить компанию Mercedes-Benz из-за того, что они приняли решение отключить программное обеспечение для России. Mercedes-Benz сказал дилерам, что всё отключают все российские автомобили от обслуживания. Но это значит что? Это значит, что они продали товар? А теперь он стал опасен? Где коллективный иск этой компании? Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые продали России? Хм, завёлся-то как, окаянный. Кажется, я догадываюсь, на каком автомобиле ездит Соловьёв. Точнее, ездил. Хе-хе. Но, Володь, ты так не нервничай. Всё равно вы все скоро пересядете на Жигули. Вы ж сами говорите, что Лада намного круче, чем всякие там BMW и Mercedes. Так что особо не паникуй. Потому что теперь управление этими автомобилями потенциально опасно. Почему мы этого не делаем? Почему мы не защищаем право российских граждан? А вот это интересный вопрос. Почему вы не защищаете право российских граждан не на международной арене, а хотя бы внутри своей страны? Почему вы не даёте называть войну войной? Почему запрещаете выходить на митинги? Почему заставили всех блогеров замолчать? Ах, да. А россияне это ведь не Mercedes. Что за них бороться? Раньше мы немножко по-другому поступали. Почему мы этого не делаем? Почему мы не защищаем право российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь, которая возглавляет концерн? Это что такое? Они решили, деньги они получали. Сейчас они ушли из России с правом выкупа своих заводов. И теперь говорят, а кстати мы отключаем всё от обновления и всё прочее. То есть что, типа россияне... Это как? Как? Да нормально. Лошади и тележки никто не отменял. Так что пора привыкать. А по поводу того, что вы хотите разорить Mercedes, так это у вас вряд ли получится. Но даже если они вам выплатят компенсацию в размере 10 миллионов рублей, как вам помогут эти 132 доллара? Или какой там у вас курс сегодня? Просто денег нет сейчас. Москвичи жалуются отсутствия русских в Москве. Женщина записала видео, в котором возмущена тем, что её окружают люди не такие, каких она хотела бы видеть. А я просто напоминаю, что одна из основных целей России – деноцификация Украины. А теперь смотрим видео. Вот что творится в Старгину, и вот что строится вот на берегах. Вот на берегах. Русской рожи нет. Вот все тут одной национальности. Я близко тут в воду не полезу. Ещё каким-то гонорею подцепишь от этих ***. Их никто ж не проверяет. Это ужас. Вот куда ни глянь, вот куда ни глянь. Вот. Всё, семьями сидят. Вот они всё. Вот это Старгину. Элитный район. О, тут не обнаружи нет русской. О, вот как он у нас. Вот всё. Вот они стоят. Видишь? Так что ладно. Москвичи, вы в очередной раз показали своё истинное лицо. Или, как вы говорите, свою русскую рожу.